В прямом диалоге между бизнесом и властью выявить и помочь решить проблемы региональных предпринимателей – вот главная цель ежегодного экономического форума в Карелии. Об этом заявил глава республики, открывая пленарное заседание. По итогам резолюции прошлогоднего форума власти ввели более 15 новых мер поддержки бизнеса. Среди них – возмещение затрат на строительство и приобретение производственных зданий, на покупку оборудования и расходных материалов, предусмотрены новые меры стимулирования гостиничного бизнеса. Дополнительные преференции получили и те предприниматели, которые реализуют собственную продукцию на территории республики. Для таких предпринимателей, которые продают наши карельские товары, была введена мера поддержки, как компенсация затрат в сумме 1 миллион рублей в год на аренду, на приобретение оборудования, на уплаву коммунальных платежей в тех площадях, где такие точки продаж она открывается. В этом году региональное правительство выделило порядка 600 миллионов рублей на субсидии для бизнеса. Это в 15 раз больше, чем в прошлом году. Среди тех, кто активно пользуется мерами господдержки – Кандапожское предприятие «Загодпром». Компания занимается переработкой дикорастущих ягод. В этом году в качестве субсидий оно получило порядка 5 миллионов рублей. «Нам компенсировали частично затраты по электроэнергии, расходы, потому что предприятие является крупным. Хоть и количество людей работают на предприятии, небольшое, мы энергозависимое предприятие, много потребляем электроэнергии. И также мы приобретали оборудование и приобретаем его постоянно. У нас идет модернизация производства». Суаярский хлебозавод также регулярно получает государственные субсидии. В этом году предприятию предоставлена компенсация на приобретение техники и оборудования. «На протяжении последних трех лет мы активно используем эту методику в приобретении. И нам в виде компенсации возвращается от 30 до 40 процентов». На форуме отметили рост числа предприятий в малом и среднем бизнесе. Глава республики подчеркнул, развитие бизнеса всегда влечет за собой увеличение доходов регионального бюджета. Причем в этом году значительный рост инвестиций отмечен именно благодаря малому предпринимательству. «И он уже сегодня составляет треть всех инвестиций. При общем росте инвестиций в 110 процентов, по сравнению с прошлым годом, аналогичным периодом первого полугодия, 30 процентов. Это очень серьезный рост». В ходе форума Артур Парфенчиков вручил награды победителям конкурса «Лучший предприниматель года». А после представители бизнеса и власти обменялись мнениями за круглыми столами. «Мы видим, что очень много предложений для работы регионального нормотворчества. Это очень, кстати, хорошо. И здесь нужно в первую очередь составить блок вопросов и задач, которые надо буквально решить в течение осенней сессии парламента. Я уверен, что парламент нас здесь безусловно поддержит». По итогам форума правительство Карелии подготовит дорожную карту. Региональные власти пообещали учесть все предложения, которые поступили от предпринимателей.